Всем привет, ребят! Это снова Поршень покинул чат. Снова я, Саня. В общем, сегодня у нас выпуск, можно сказать, даже будет рекламным. Но не спешите переключаться. Здесь вы узнаете много полезной информации по уходу своему автомобилю. Сейчас мы будем мыть и покрывать воском мою ласточку. И наглядно вам покажем пример того, как воск помогает вам ухаживать за лакопокрасочным покрытием. Рядом со мной стоит хозяин фирмы WIG&BOC, Вова. Собственно говоря, всем этим он и занимается. И лучше меня вам расскажет все вот эти нюансы и детали. Итак, Вова, начнем. С чего мы, собственно говоря, начнем? С чего мы начнем? Я расскажу такую краткую свою историю. Приехал я в Бытгощ, приехал посмотреть, как вообще люди живут, как живет Европа, что здесь понравится, мне не понравится. Приехал, правда, сразу с женой, но приехали попробовать. Только попробовать, посмотреть, есть смысл здесь оставаться или нет смысла. Как бы не было задачи, ну у меня не стояла задача, то есть я не приехал на заработки, я приехал просто посмотреть. У меня в Харькове было свое СТО. Я сюда приехал, приехал сюда работать на завод, приехал сюда работать на завод Фроста, проработал там целых два месяца. И потом перешел работать на, к поляку, на малярку, автолагерня. То есть и маляркой я занимаюсь с 2002 года. То есть я всю свою сознательную жизнь, можно сказать, занимаюсь маляркой. А малярки я знаю практически все. Ну как бы нет предела совершенства, можно учиться всегда чему-то. Но, когда я решил открыть свое дело, я понял, что у меня просто не хватает средств для того, чтобы открыть малярку. Я решил попробовать открыть автодетейлинг. Автодетейлинг это такое... В основном это уход за автомобилем. То есть, что вы... Ну как, мы все ездим на автомобилях, мы все ездим повседневно, используем его. Просто это средство передвижения для того, чтобы доехать с работы домой, с дома на работу, поехать на закупы, на отдых. Не важно. Но самое главное, что мы оставляем машину на стоянке. То есть птицы, атмосферные осадки, дорожное покрытие, соль. И это все портит наш автомобиль. Что дает автодетейлинг? В автодетейлинге мы можем получить профессиональную мойку автомобиля. То есть, вы моете... В основном люди моют автомобиль на мойке самообслуживания. На мойке самообслуживания сбиваете... Наносите пену, сбиваете воду. Там есть типа горячий воск. Но это все такая химия, которая... Она универсальная вроде бы. И она дает тоже свой эффект. Но этот эффект очень краткосрочный. То есть, он не дает того эффекта, который дает профессиональная химия. Вот. Сейчас мы вам покажем... Мы помоем вот этот автомобиль. Александра. И он сам оценит... Качество. И... Насколько это хорошо или плохо. Он сам это скажет. То есть, понравится ему, либо не понравится этот эффект. Когда я спросил у Сани, знает ли он, что такое этот автодетейлинг? Он сказал, что нет. Я вообще не знаком с этой терминологией. Мне казалось, что это какое-то... Ну, снова модное слово в мире автомобилей. Вот. Но когда Вова мне немножко рассказал... Вот просто немножечко дал информацию. Я понял, что это как бы полезная вещь. Если вы любите свой автомобиль. А теперь вот пару вопросов еще есть дополнительно, чтобы вы, наши дорогие и любимые зрители, тоже немного как бы узнали матчасть. Итак, Вова, скажи, пожалуйста, чем отличается воск от керамики? Керамики, да. Смотрите, есть воск. Все слышали, если говорят слово воск, то все думают это софт-99. То есть, большая часть вас, из вас знают о воске, это софт-99. То есть, это такой распространенный, разрекламированный бренд, который... Хотя, на самом деле, софт-99 есть много производителей этого воска. Но, допустим, воск... Я не могу ничего, не хочу сказать плохого об этом воске. То есть, он тоже имеет право на жизнь. Есть воски, допустим, есть жидкие, есть твердые. Софт-99 это твердый воск, он наносится такой аппликатором и вытирается микрофиброй. В принципе, то же самое я делаю я, но я делаю просто это воском другой фирмы. Он не твердый, он не выглядит твердым, то есть, он есть такой, можно сказать, что в жидком состоянии. Но эффект от него гораздо лучше. Он дороже, чем софт-99, естественно, но... Это то, что касается воска. Воск охраняя... охрана воска воском лакокрасочного покрытия до двух месяцев. Есть в польске это будет вукоохрона, то есть, защитное средство, которое охраняя... Ну, делает защиту вашего лакокрасочного покрытия на год. Но на год это так, это заявляет производитель. На самом деле, ну, 8-9 месяцев до 10 месяцев, до года, опять-таки, в зависимости от количества моек. То есть, чем больше моек, естественно, это покрытие. То есть, оно все равно со временем стирается. Вот. Поэтому и химия смывается через какое-то время. Но оно делает защиту на год. И есть керамика. Керамика, она есть двухлетняя, есть трехлетняя. Есть, даже сейчас заявляют производители, до 10 лет. Не совсем в это верю, честно скажу, потому что... Никто не проверял еще. Никто этого не проверил, да. Это еще не доказано. Но производитель заявляет, что это до 10 лет охрана лакокрасочного покрытия, защита. Но стоимость такой керамики 3000 злотых просто само средство. То есть, естественно, наносится это на машины дорогие. И мало вообще кто этим пользуется. Потому что такая керамика может стоить и 5, и 6 тысяч злотых только нанесение керамики с самим средством. Ну, то есть, с материалом. Я делаю керамику, керамическое покрытие за полторы тысячи злотых нетто. А, есть. Воск получается дешевле. Воск гораздо дешевле. Воск, я делаю, допустим, мойку автомобиля снаружи и нанесение воска. Это стоит 150 злотых нетто. Вот. Как помню, цена вполне приемлемая. Если это делаем, если еще делаем внутри, моем, то есть чистим, пылесосим, защиту наносим на пластике, то это будет, получается, 200 злотых нетто. То есть, это цены более чем приемливые. То есть, для этого ни для кого не секрет. Все могут зайти в интернете, в автодетейлинг и посмотреть на цены. Так как мы только, ну, недавно открылись, я пытаюсь показать людям, что я делаю. То есть, естественно, со временем, когда у меня будет много клиентов, естественно, я подниму цены. Потому что я работаю с маленьким заработком. То есть, для того просто, чтобы выжить, чтобы развить свой бизнес и чтобы люди приехали ко мне. То есть, я делаю это качественно. Я не хочу делать это плохо. Даром я делать это тоже не хочу. Ну, чтобы вы все понимали. То есть, потому что, если я буду делать это даром, ну, вряд ли кто-то из вас захочет просто работать ради удовольствия и не зарабатывать при этом. То есть, нужно платить налоги, нужно платить аренду. но естественно нужно что-то кушать и как-то же то что дожить сейчас я предлагаю начать мы сейчас помоем этот автомобильчик и потом я вам покажу как это все выглядит как это все делается сейчас мы намочили его машину водой первое что мы сделали то есть сбивается основное основная грязь то есть песок чего не чего не делают допустим как обычно не делают на мойке самообслуживанием как правило носят сразу пену то есть пена она да она вроде бы как и это рекомендует производители то есть изначально нанести пену на автомобиль типа она подымет грязь но пена то есть когда сильное загрязнение то есть она не подымает эту грязь просто не подымает поэтому нужно сначала намочить потом нанести пену и опять таки это мойка ручная то есть я мою машину губкой обычная губка для мойки автомобиля но вообще да есть разница когда моешь машину на автоматической мойке ты просто-напросто струю и ведешь и все и грязь остается вот здесь вот в этих щелях то есть вот здесь но самое главное хочу вам сказать что если вы даже моете на мойке самообслуживание вот эти вот места вот эти места вот эти места в данном случае у саши это бмв то есть но есть автомобили у которых крыло переднее уходит вот сюда вот так вот до самого низа так вот ребят вот здесь вот вот здесь вот собирается вся грязь и когда снимаете защиту то здесь бывает даже вот так вот просто забито все грязью и песком вы когда-нибудь видели чтобы на мойке кто-то сели все пробовал щеточкой я такое вижу в первый раз вот это называется подход потому что в этих щелях остается песок грязь и она потом это абразив то есть даже пыль это абразив является абразивом и вот эти все вещи они все равно движутся а раз они движутся они протирают вот здесь от ржавчина выходит все об этом знают да здесь вот здесь то есть вот эти ранты это первое откуда выходит там где есть абразив там где протерта я же говорил уже там где нарушенного красочное покрытие там у вас будет ржавчина а Ребята, вы обратите внимание на подход. Каждая спица вытирается тряпочкой, губкой, извиняюсь. У меня тряпочка за тряпочкой. В общем, ну я мало видел, чтобы на ручных мойках вот такое вот делали. Давайте уже обратим внимание, щеткой все щели вычищаются. Два раза покрывается машина пеной, смывается потом все это. И вручную умоются еще диски. Ну, по-моему, уже стоит обратить на это внимание. И как бы, почему бы здесь не помыть свою тачку. Да, ну и, конечно, знакомое слово это реклама. Реклама. Да, это реклама в его адрес. Но, тем не менее, она довольно объективна, потому что мойка действительно качественная. Я рекомендую. После того, как машину помыли, потом ее бережно вытерли тряпочкой на сухо практически. Сейчас следующий этап это уже идет обезжиривание. Для того, чтобы нам нанести воск, чтобы он держался, нужно машину обезжирить. Обезжирить лучше всего спиртом. Ну, спирт дорогой, поэтому для этого есть специальные средства, специально разработанные для того, чтобы обезжирить. Лакокрасочное покрытие перед нанесением. Неважно, что наносится, воск, керамика. Если вы этого не сделали, то есть, лакокрасочное покрытие тоже не является идеальным. На нем тоже есть какие-то дефекты, то есть микропоры. Там содержится грязь. Вот. Для того, чтобы это все держалось, имело более лидерный эффект. Поэтому все тормит, жидивается. Прикол в том, что вот, когда обезжиривается спиртом, специальным средством, то есть не страшно, что попадет, допустим, на резинки, на пластик. То есть оно абсолютно безвредное для неразъедывающихся вещей. В идеале, конечно, если сделать полировку, хотя бы он степ, то есть, и одно этап, в один этап, если делать полировку, то эффект, конечно, будет гораздо лучше. Но все мы понимаем, что не все мы владеем... Далеко мы не все владеем такими автомобилями, как бы, на которые стоит столько тратить, допустим, потому что многие покупают машины, там, за три, за пять тысяч злотых, поэтому тратить пятьсот злотых считается дорого. Или четыреста даже злотых потратить на машину считается дорого. Но, если вы любите свой автомобиль, хотите, чтобы он грузик был хорошо, то белости просим. Кстати, полировка у меня стоит, если он степ, то есть, в один этап, то эта полировка у меня стоит 300 злотых. 300... Если маленький автомобиль, ну, если побольше, то 400. 300-400 злотых. Это он степ, то есть, в один этап. Вот одной пастой такая стоит полировка. Если полировка полноценная, то от 700 злотых. Полноценная полировка, это в три этапа, тремя пастами, это практически в идеале. То есть, естественно, если глубокие царапины, то они не уйдут. Основные царапины, все основные царапины не уходят. То есть, основная масса царапин, то есть, мелкие, мелкая осечка, вот это вот то, что было после тряпок, там, веток, то есть, все это уходит. То есть, это всего не остается. То есть, первоначальный вид придается к лакокрасочному пахлите. Сейчас мы отобьем пол капота и посмотрим на эффект. Мы сделаем пол капота воском и посмотрим, какой будет эффект. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз повторюсь, этот, ну, антидождь, как бы, работает больше на скорость. На скорости невечальная вечерачка, как бы, невидимые дворники, так сказать, да? Она работает на скорости от 90 км в час плюс, но, опять же таки, стекло так не загрязняется. Дворником работать гораздо легче. То есть, щетки, щеткам просто работать легче. Вот сейчас, кстати, не знаю, но если дождь не перестанет, когда ты будешь выезжать, то ты просто этот увидишь эффект. Я думаю, что даже сразу нужно будет... Ну, получается, как? Сейчас создается, по сути, защитная пленка. Да, 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 это защитная пленка создается. Это просто создается такая защитная пленка, опять же таки, это специально разработанная химия. Я, когда первый раз, честно говоря, сам услышал о ней, я, как бы, заулыбался, как бы, ну, скептически отнесся, скажем так, к этому. Ну, это было, это было в году, наверное, 95, о, 2005, первый раз, когда я ее использовал. Все. Посмотрим, окей? Посмотрим, конечно. Ну, ничего себе. А здесь вода все еще держится с этой стороны? На скорости это будет виднее гораздо. То есть, в таком виде очень... Ну, как, вот она сбегает. То есть, вот она собирается. Она просто собирается. Когда потоки ветра идут, она просто сдувает. И когда на скорости, там, 90, там, 100 км в час, просто даже, когда идет дождь, так, очень красиво, такие капельки они собираются, и они так убегают просто. И вверх поднимаются. Да, как капитошки такие, как в мультике, вот, как капитошка. Вот он собирается и убегает. То есть, там стекло осталось мокрое, под водой. Здесь оно, здесь просто собирается. Ну что, попробуй сначала, вот, теперь попробуй, эффект такой, после... Ничего себе, рука прямо сама скользила. Тактильное, тактильное ощущение. Вот, гладко, гладко. Здесь уже не так. Тоже гладко, потому что это полировано. Да, потому что оно сполировано. Да, ну вот, на этой стороне прям... Прямо... Ну, давайте, теперь запачкаем машину. Ну, давай. Посмотрим. Опять-таки, та сторона была полирована, ну, как бы, капот был сполирован. И видно. Но вот эффект, вот, посмотрите, на бампере эффект. Вот они, капельки, вот они не держатся, они собираются в такие... И вот вторая сторона бампера, она там, там не было ничего. Там нет воска. Да, вода собирается. И на капоте видно, что здесь уже почти все стекло. И здесь только-только продолжают все еще. Опять-таки, когда машина сполирована, когда только после полировки, вот этот эффект без воска, он держится малое количество времени, там, 3-4, там, не знаю, там, ну, месяц-полтора. То после... Если нанести воск защитный, то держу я даже этот воск, потом 2 месяца у него хороший эффект. То есть, после он уже теряется, он еще присутствует, но он еще... Но при этом все, он предохраняет от вот этих вот всяких природных... То есть, мухи, птицы, то есть, помимо, от птиц, которые разъедают просто лак. Ну, в общем, насколько я понимаю, то грязь не будет сама по себе отскакивать, но в этом раздетом не будет. Конечно, это чудес как бы не бывает. То есть, все равно, да, она будет собираться. Ну, вот видно, здесь вот видно даже вот капельки. Они не сбежали, просто они собрались, вот они как капитошка, она не держится. То есть, нет вот этого натяжения. Ну, эффект довольно-таки неплохой. Этот эффект очень... Я жмю, что этот эффект виден очень классно. Вот. И после... Когда машина вот стоит во дворе, там, допустим, дождь прошел, то есть, это очень хорошо заметно, когда рядом стоят машины после дождя, не уголованные, и твоя машина чистенькая, она практически без воды. Крышка багажника самая обычная, не полированная, просто чисто умытая и обезжиренная. Сейчас, собственно, наносится воск. Вот. А потом мы все это дело полем водичкой и посмотрим на то, как будет себя вода вести на половине без воска и на половине вместе с нанесением воска. Ну, вот мы ничем не отличаемся по весу. Не надо сделать. А тактильно? Тактильно. Что, чистая нога и грязная, понятно? О, о, тут у меня рука идет легко, а тут уже пошло сопротивление. Ну, давай грязная. Надо сказать, неплохо. Неплохо. Обалди. Вот тут видно. Это такое просто визуальное, наглядное пособие. Просто наглядное пособие. А на самом деле основной эффект, он все равно как бы невидимый на первый взгляд. Потому что самое важное это то, что лак, лакокрасочное покрытие находится под защитой воска. И оно находится под защитой воска ни неделю, ни две. Даже не месяц. То есть, два месяца это гарантированно. То есть, это вот от птицы, которые вот помет птиц просто разъедает лак вот до базы. Иногда даже до металла. То есть, после бывают такие птицы, что им приходится перекрашивать просто лакокрасочное покрытие. То есть, приходится перекрашивать элементы. Ну, это опять-таки, это я не придумал. Это это просто жизнь, это правда. То есть, от этого никто не застрахован. То есть, потом какие птички прилетут, чего они там поедят. И это можно увидеть. Оказывается, такие выставляете. И это будет видно. И все в этом знают. Так что, вот, что я могу вам сказать в качестве вывода. Однозначно, стоит попробовать один раз хотя бы. и тогда, через некоторое время, через недельку, через две, вы уже почувствуете разницу. Потому что, и вот я уже увидел разницу, то есть, поверхности. Она гораздо стала вглажа. То есть, она скользкая. И действительно, теоретически, то вода должна быстрее стекать и не собираться. и практически, ровным счетом, оно то же самое и происходит. Так что, надо попробовать. Попробуйте, и вам, я думаю, понравится. С вами был поршень покинул чат. Мы надеемся, что это видео вы посмотрели до конца. Информации было достаточно много. Она полезная. Вот. Ну, может, для кого-то и неинтересно, но все же мы старались. Так что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за нашим видео. А контакты, контакты и адрес будет в описании. Так что, спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.